Это связано с облачной темой, связанной с возможностью миграции и развертывания сервисов в облахе. Прошу прощения, я подскажу очень тихо. Сейчас, подтехнические моменты. Сейчас, одну минуту. Так, коллеги, можете в чат написать, лучше стало, нет? Так, коллеги. Так, коллеги. Отпишите, пожалуйста. Отлично, да? Все, замечательно. Так, маленькая техническая неприятность, но мы ее преодолели. В общем, немного отойдем назад. Еще раз, здравствуйте. Зовут меня Александр Ткаченко. Занимаюсь облачными решениями и работаю в компании Sofprom. Я являюсь облачным архитектором, архитектором решений, связанных с продуктами АВС. Наша команда в этом не помогает. Мы занимаемся, собственно, поддержкой и проектной деятельностью в развитии Amazon сервисов, как на территории Украины, так и странах СНГ. Мы являемся value added партнером, value added, как правильно, да, с добавленной ценностью. Да, то есть мы оказываем не только проектные услуги, но также оказываем и возможности продажи, собственно, сервисов. То есть через нас можно его купить. У нас уже за три года доработан большой скоуп кейсов по задачам миграции, по задачам disaster recovery, по задачам даже миграции SAP в АВС. И мы с радостью готовы помогать вам. То есть помогать, если у вас есть необходимость в консалтинге, если вы хотите повысить отказоустойчивость вашей инфраструктуры, хотите вынести часть сервисов в ОБОК, то есть мы в этом можем помочь. Более детальную информацию вы можете получить в конце мероприятия. Будет имейл, на который можно будет задать необходимые вопросы, также получить наше портфолио, или мы можем с радостью проработать сценарий, если у вас есть какая-то практическая задача, мы можем в этом помочь. Вот, ну это была маленькая рекламная пауза, да. А теперь поговорим, собственно, предметно. Поговорим о бэкапах и теме нашего мероприятия. На слайде вы видите нашу адженду, да, то есть то, как будет построен наш вебинар. Первое. Я хочу определить определенные моменты касаемо резервного копирования. То есть мы должны быть на одной волне и в целом мы базово поговорим о резервном копировании. Что это такое, зачем это нужно и какая его важность, в первую очередь, для вас. Следующее. Это то, какие именно преимущества вы можете получить, разместив ваши резервные копии в АВС. То есть какими техническими средствами вы это можете достигнуть. И, собственно, закрепим эту информацию хорошей, качественной демонстрацией. И после уже всего трека мы, конечно, поговорим о вопросах. Потому что без вопросов я считаю, что данное мероприятие будет проведено впустую. Поэтому обязательно записывайте их и в конце вебинара мы обязательно к этому вернемся. Поэтому начинаем. Бэкапы. Резервное копирование. Ребята, ну я хочу сказать, что без резервного копирования представить современную IT-инфраструктуру довольно-таки сложно. Ввиду того, что если сравнивать даже 10 лет назад, инфраструктура по количеству сервисов, по качеству сервисов довольно-таки становится критичной для бизнеса. И ее отсутствие в первую очередь может нанести непоправимый урон бизнесу. Об этом мы поговорим далее, но факторов, которые могут повлечь к какому-то выходу из строя, либо неработе инфраструктуры, может быть много. Начиная от отключения электричества или человеческой ошибки. То есть от этого никто не застрахован. Поэтому, знаете, существует народная мудрость. Есть те, кто делает бэкапы, а есть те, кто уже делает бэкапы. Потому что резервная копия, она должна присутствовать ввиду, опять же, невозможности смоделировать работу оборудования, работу тех же самых обновлений, если выполняется обновление сервиса и других факторов. То есть в действительности эти факторы довольно-таки значительны. И, опять же, даже существует такое выражение как бэкап Шрёдингера. Потому что резервная копия, да, она не является бэкапом до момента восстановления с этой копией чего-то там. Будь то виртуальной машиной или файла защищаемого. Поэтому важно при подходе к резервному копированию идти от проблем, которые идут у предприятия. То есть в целом, если рассмотреть организацию, ну вот у меня как раз демо-организация, я ее дальше представлю. В общем, у нее есть определенные проблемы. Первое – это необходимости работы сервиса. То есть минимальное время в случае, там, простоя сервиса должно составлять столько. То есть, по большому счету, у меня организация выставляет определенные SLA, которые будут диктовать мне политику, сколько у меня максимально будет время простоя, и дальше от этого будут идти средства. То есть организация требует, чтобы IT-инфраструктура работала. И это большинство организаций, ввиду того, что, опять же, бизнес за даже последние 10 лет, он очень интегрирован с IT-технологиями. То есть если раньше выход из строя почтовой инфраструктуры на один день не составлял там сильно большой проблемы, сейчас же, в прошедшем тех же 10 лет, это и есть момент. Далее. Сокращение затрат. У нас бизнес, как любой субъект собственности, требует, чтобы затраты на IT-инфраструктуру были минимальны. Вот это означает, что если вы придете с решением, и даже это решение будет довольно-таки правильным с технической точки зрения, но дорогим по фактическим затратам, ну, например, вы хотите купить СХД, да, которая очень технически хорошо предоставляет интересные сервисы, отказоустойчивая, надежная и так далее, но, опять же, ее не купят ввиду того, что это неоправданная затрата. Поэтому это тоже немаловажный фактор. Далее. Сложность решения. О сложности решения в большинстве случаев никто не задумывается. Ввиду того, что, ну, давайте развернем, давайте что-то сделаем, давайте как-то его организуем. Но, когда наступают такие процессы, как передача, там, IT-инфраструктур между отделами, либо между IT-специалистами, возникает проблема качества тех же самых IT-специалистов в плане знаний. Потому что можно настроить один и тот же продукт базово, и он будет работать, либо систему базово, и она будет работать, либо внедрить довольно-таки сложный дизайн, который обеспечивает много-много-много всего интересного, но не будет IT-специалиста, который сможет качественно подхватить построенную инфраструктуру. То есть это тоже не очень немаловажная проблема. Я ее отдельно выделил, и я ее, я лично встречал очень много раз. Далее. Обеспечение соответствия и защита данных. Организации бывают разные. Бывают организации, которые, там, простой ритейл, который выполняет задачи продаж какой-то продукции. Бывают банковские учреждения. К различным организациям по уровням IT-инфраструктура, вернее, эти организации будут выставлять к IT-инфраструктуре различные требования по обеспечению соответствия и защиты данных. В частности, если мы говорим в разрезе резервного копирования, то это защита, там, бэкапных данных, то есть где они будут находиться и доступ к ним, а также соответствие международным сертификациям по безопасности. Тоже немаловажный факт, который уже регламентирует, каким образом должна быть, вернее, каким требованием должна инфраструктура резервного копирования отвечать, в частности. Вот. Все вот эти проблемы, они, конечно же, определяют то, как будет выглядеть наше инфраструктура резервного копирования. И дальше, когда мы определили их, то есть когда у нас сложилось общее видение, да, того, что у нас должно быть, мы должны определить, какие сервисы у нас будут настроены по моментам резервного копирования, а именно время восстановления и время, допустимое время простое, и допустимое время потери данных. То есть это Recovery Point Object, RPO, и Recovery Time Object, RTO. Смотрите, какой момент. Если, ну, резервная копия как базово выглядит, да, тут независимо от, там, способа ее создания, то есть средства резервного копирования. У нас есть сервис, да, он выполняет копирование данных и дальше его сохраняет в какое-то место. Как только эта копия произошла, да, то есть резервная копия сделалась, у нас система-то продолжила работать. И если резервная копия, бэкап у нас от, там, часа ночи, а у нас система вышла из строя в три часа ночи, то, когда мы восстанавливаем данные с этой системы, то, ну, данные этой системы, то мы теряем данные в плане времени работы. Потому что у нас бэкап за час ночи, а в три часа ночи произошел дизастер, крах. То есть это у нас как раз будет recovery point object, то есть время, которое мы теряем в случае наступления дизастера. То есть это время от последнего бэкапа. Следующий момент – это RTO. RTO – это допустимое время простое, которое бизнес может понести. Например, есть система, ну, не знаю, файл-сервер. Бизнес говорит, что может без файл-сервера проработать один день. В этом случае RTO файл-сервера составит один день. То есть у вас один день будет для того, чтобы восстановить эти данные, то есть восстановить работу сервиса. И в этом случае после восстановления, после пересечения одного дня вы восстанавливаете сервисы и дальше потом восстанавливаете его данные. Важно в уме держать эти два понятия, потому что в зависимости от системы, которую вы будете резервировать, будет зависеть максимальное RPO и максимальное RTO. И дальше становится вопрос, когда мы определили под каждую систему, например, определили под файл-сервера, под, возможно, домен-актив-директори, под, не знаю, почтовые сервера и так далее, под ваши IT-системы, как только вы это все определили, изобразили конфигурацию в настройках вашего средства резервного копирования, надо понимать, а где же будут храниться данные. Потому что от места хранения данных будет зависеть очень многое. Та же самая целостность данных, та же самая безопасность данных. И здесь у нас есть две опции. Опция первая – они могут храниться на земле. Опция вторая – они могут храниться в облаке. Конкретные преимущества вы видите на свадьбе. То есть, если мы говорим о on-premise, то есть на земле, в первую очередь необходимо инвестировать, причем сразу, в хранение, то есть в оборудование. Это закупка серверов под хранение данных, это закупка дисков под хранение… Это закупка дисков, сетевая инфраструктура и многое другое. Плюс, если, опять же, бизнес требует, чтобы данные не хранились в той же самой серверной, где у вас работают виртуальные машины, то есть сервисы, а где-нибудь в другом месте, вы также должны подумать или строить другого цода, или вынесение их в другой цода. Ну, в общем, этот момент в конечном итоге очень сильно увеличивает стоимость хранения. Стоимость хранения данных. И, в принципе, бэкап инфраструктуры. В противовес, у нас есть возможность их сохранения в облако. Основные преимущества – это простота. Простота заключается в том, что вам не требуется сразу же закупать все то, что вы бы закупали на землю, а вы будете использовать модель потребления услуг классическую, облачную, то есть pay-as-you-go, то есть вы будете платить только за то, за что употребили в плане сервиса. То есть если вы храните, скажем, 1 терабайт данных, вы заплатите за 1 терабайт данных. Если там 10 будет, то пропорционально заплатите за 10. Если удалили до 500 гигабайт, вы будете платить за 500 гигабайт. То есть в этом достигается очень большая гибкость. То, что вам не требуется сразу же платить за все, даже если вы это использовать не будете. Также важный момент – это уже провайдер, в нашем случае это Amazon, он будет брать дальнейшую поддержку инфраструктуры хранения. То есть это и доступность этих данных, и резервное копирование, не резервное копирование, а именно доступность данных географически. То есть когда вы сохраняете ваши резервные копии, они сохраняются не в одном где-то месте, там не в одном сервере, они сохраняются именно в платформе, доступ которой AWS вам предоставляет. И в этом является довольно большая ценность, потому что вам не требуется инвестировать ни времени, ни сил в построение этой платформы. Вот. И в дальнейшем, говоря о, как это реализуется, в практическом срезе, у нас с помощью AWS есть возможность построения архитектуры, по которой вашему бэкап-серверу, то есть средству резервного копирования, предоставляется, скажем, посредник, с помощью которого вы будете иметь возможность сохранять ваши данные в обык АВС. И вот таким посредником мы будем в дальнейшем называть и Tape Gateway. То есть технология, по которой предоставляется как раз сервис, да, сервис по хранению резервных копий, будет VTL, то есть Virtual Type Library. По этой технологии вашему сервису резервного копирования предоставляется виртуальная библиотека, лент, виртуальная ленточная библиотека, вот, где присутствуют кассеты виртуальные, в которые выполняется как раз хранение, то есть сохранение ваших резервных копий. Другими словами, разворачивается Storage Gateway, это апплайенс, который создан и поддерживается Амазоном, предоставляющий сервис по как раз виртуальным лентам. Он разворачивается внутри вашей IT-инфраструктуры и к нему подключается ваш бэкап. Дальше Storage Gateway уже самостоятельно подключается к AWS-у и хранит ваши виртуальные ленты в S3-м бакете. S3-м бакете, это вообще сервис S3, это объектное хранилище, вот, которое опять же безразмерное, в котором, если там сравнивать с традиционным бочным хранилищем, довольно низкая цена, и это хранилище, оно, это как платформа, да, которая предоставляет это хранилище, оно, она позволяет вам сохранять тот объем данных, который вы хотите. То есть, это как раз то конкретное преимущество облака, о котором я говорил ранее, что вы будете платить только за то, что потребляете, то есть, если вы потребляете 10 гигабайт, то будет 10, или если 10 терабайт, то будет 10. Это как раз обеспечивает платформа S3. Далее, для того, чтобы платить меньше в последующем, а именно мы сейчас же говорим о бэкапах, есть возможность помещения ваших резервных копий в долгосрочное хранилище. Это вот как раз последний последний картинка, это архивирование в Amazon Glaser. Пару слов об этом сервисе. Это сервис, который позволяет выполнять долгосрочное хранение за очень смешные деньги. Вот, когда я говорю очень смешные деньги, я не шучу, и это действительно так. если сравнивать цену одного терабайта в Glaser, она будет, не поверите, меньше 20 долларов. Даже вот коллеги подсказывают еще меньше. То есть, тем самым вы можете, опять же, возвращаясь к резервному копированию, вы можете резервировать ваши старые резервные копии. то есть, вы можете держать бэкап, скажем, за 10 лет. Вот, опять же, возвращаясь к теме резервного копирования и в разнице между IT-инфраструктурами и бизнесами. То есть, ваш бизнес может сказать, пожалуйста, я хочу хранить резервную копию данных на протяжении 10 лет. Например, банковская сфера это может спокойно сказать ввиду того, что на него действуют регуляторные политики. Поэтому вам необходимо где-то обеспечить данное хранение. Вот, как раз говоря о ГВСере, это тот и самый случай. В любом случае, возвращаясь к истокам, для того, чтобы стартовать в АВСе по резервному хранилищу, по потреблению данного сервиса, не требуется самое важное больших капиталовложений. То есть, вам не надо покупать сервера, вам не надо я не знаю, вносить какие-то кредиты, вам не надо проводить недели в конфигурировании либо переконфигурировании вашей IT-инфраструктуры. Потому что преимущество именно данной технологии в том, что она интегрируется с вашим текущим средством хранения, то есть, средством резервного копирования. То есть, если у вас продукты такие, как Backup Exexy Мантыковский, либо SCDPM Майкрософтовский, либо у вас ВИН продукты, и они уже настроены, и они уже работают, вам не надо их перестраивать, вы просто к этим существующим продуктам подцепляете, то есть, подключаете по iSCSI Storage Gateway, который, в свою очередь, интегрирован в S-инфраструктуру. Я назвал три продукта, но в действительности их гораздо больше. То есть, все продукты Enterprise уровня, вот, например, Convolt, есть такой продукт замечательный, Convolt, я о нем не упомянул, но он также интегрируется. То есть, на сайте AWS существует большой перечень, собственно, продуктов, которые официально поддерживаются. В любом случае, возвращаясь к вопросу, вы к текущей вашей инфраструктуре выполняете подключение данной технологии по хранению, и все. Дальше вы ее настраиваете. И как раз сейчас я, вот сколько у нас, как раз полчаса, вот я за полчаса попытаюсь быстро выполнить конфигурацию. То есть, я во время презентации, демонстрации, вернее, хочу сделать следующее. Я хочу зарегистрировать новый Storage Gateway, подключить к средству резервного копирования и запустить бэкап. Вот, это вот план моих действий. Попытаюсь уложиться как раз полчаса. Собственно, приступаем. Так, я сейчас расшариваю, так, презентация закончилась, так, я сейчас расшариваю Remote Desktop свой. Одну минуту. Так. Значит, у меня есть IT-инфраструктура. Компания у меня называется Azeria, которая занимается ритейлом. Это IT-инфраструктура использует средства резервного копирования Vim и инфраструктуру виртуализации VMware. Сейчас мы подключим к этой инфраструктуре к этой инфраструктуре резервного копирования Storage Gateway, который создадим и подготовим. Значит, заходим на V-Center. А тут плагин не стоит. Вот. И аунтифицируемся. и пароль. пароль. развернут Storage Gateway. Смотрите, я, когда буду активировать Storage Gateway, подключусь к AVS. Хотя я даже могу и сейчас это сделать. Сейчас так будет лучше. Значит, я сейчас это сверну. Сейчас у вас пропадет демонстрация. И я сейчас сразу отсюда войду в аккаунт AVS. Важно понимать, собственно, откуда брать этот Storage Gateway. Потому что Storage Gateway я предварительно развернул. А вот откуда его брать, в этом может возникнуть вопрос. Заходим на консоль AVS. Заходим в аккаунт. Так, далее. Аунтифицируемся. Это ID-организация. То есть для доступа к аккаунту AVS необходимо иметь ID-организация, которая может либо символьным быть, либо буквенным. И дальше войденный пароль. Так, хорошо. Значит, меня интересует сервис Storage Gateway. То есть это вот как раз разворачивание того посредника, о котором я говорил ранее. Здесь, как вы видите, уже есть один работающий Storage Gateway. К нему мы вернемся после основной демонстрации. Для того, чтобы создать новый Gateway, вам необходимо заказать данные действия. Вообще существует три типа Gateway, потому что сам сервис под названием Storage Gateway, он предоставляет три типа возможностей. Возможность первая – это файл Gateway. В этом случае ваш Storage Gateway будет работать как файл сервер. И в этом случае данные, которые будут храниться на нем, фактически будут лежать в S3-м хранилище. То есть вы к этим данным можете доступаться через протокол прикладного уровня с вашей инфраструктурой, это SMB, либо NFS. А дальше данные фактически будут храняться в S3-м хранилище и могут быть доступны через него в том числе. Следующий тип – это хранение томов в S3-м хранилище. В этом случае Storage Gateway может раздавать внутри IT-инфраструктуры диск по iSCSI, который работает либо в кэширующем режиме, либо в режиме хранения. И последний тип – это Tape Gateway. Собственно, то, что нам необходимо. То есть это Gateway, который предоставляет виртуальные ленты. Далее, вариант развертывания. Смотрите, вы можете развернуть Storage Gateway на трех платформах. Платформа первая – это EXXI. В этом случае OVF-имидж будет скачена и развернута с помощью vCentra, либо директа на EXXI-хост. Второй тип – это под Hyper-V. Вы выкачиваете экспорт виртуальной машины Hyper-V и выполняете импорт на хост, либо там с помощью CVMM, это в зависимости от вашей инфраструктуры, либо директ ли развернуть инстанс в ES2. В этом случае создается виртуальная машина Amazon, которая уже сконфигурирована будет под активацию последующую. Есть еще следующий момент – это использование Hardware Appliance, то есть когда в качестве Storage Gateway выступает фактически сервер аппаратный. Но этот сценарий сейчас мы рассматривать не будем. Единственное, что хочу сказать, что он применяется для больших развертываний, то есть когда у вас вопрос стоит в терабайтах данных, и когда виртуальной машины вам просто не хватит. Вот, окей. Дальше скачивается, собственно, сам образ, и после того, как вы его импортировали, развернули вы в виртуальную инфраструктуру, его необходимо настроить. То есть я его уже предварительно импортировал, сейчас выполню его конфигурацию. Ищусь к виртуалке. Always Off. Так, открываю веб-консоль. Так, дальше. Просят заводиниться. Значит, в один и порой стандартный SG-юзер, SG-пассворт. Нам, по большому счету, этот, ну, порой можно потом поменять. Поменять его, кстати, в любом случае желательно. Но предварительно необходимо настроить сам Storage Gateway. На данном этапе важно, чтобы Storage Gateway мог связаться с AWS. А для этого нам необходимо настроить и решить вопрос с сетью, потому что в той сети, в которой он развернут, нет DRC-пи. Соответственно, IP-конфигурации у него нет. Поэтому настроим ее. Зайдя в сетевую конфигурацию, дальше зададим статический IP-адрес, выберем интерфейс, который мы хотим настроить, введем IP-адрес. В данном случае это будет 10, 29, 51, и давайте возьмем 96. А, прошу прощения, я перепутал тут, не добил одну цифру. Значит, еще раз 10, 29, 51, 96. Так, верно. Префикс сети 24. И Network Mask, ага, он так не хочет. Так, сейчас. ЕТХ 0. 10, 29, 51, 96. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0. 10, 29, 51, 189. Это моя конфигурация. Дальше в плане DNS-ов, ну, указываем, например, Google-VDNS. И Secondary. Применяем конфигурацию. Дальше он попросит перезагрузить сетевой интерфейс. Это он и выполнит. И после того, как применятся сетевые настройки, нам необходимо проверить, все ли хорошо со Storage Gateway. То есть, увидит ли он Endpoint на стороне AWS. Сейчас мы это и проверим. Сейчас только он применит. Все, что надо. И будет счастье. Да, значит, есть у нас возможность тестировать сетевое подключение. И мы будем разворачивать и в регионе Франкфурт. Отлично. У нас все хорошо. Теперь, теперь идем на нашу AWS-инфраструктуру. Возвращаемся к нашему мастеру. Смотрите, мы сейчас конфигурируем Storage Gateway. Он уже рабочий. Он уже с IP-адресом. И он уже увидел AWS-инфраструктуру. Сейчас мы его подключим к нашему аккаунту. То есть, выполним его активацию. Активация выполняется один раз. И после этого он уже намертво будет закреплен за нашим аккаунтом, за нашей инфраструктурой. Поэтому на стороне мастера укажем его IP-адрес, который мы указали предварительно ранее. И будем наблюдать успешное подключение к Storage Gateway. Смотрите. Дальше идет постконфигурация. Мы его называем demo-vtl. Потому что у нас Storage Gateway может быть много. А теперь смотрите. Помните, я говорил касаемо средства резервного копирования? Что их не 1, 2, 3, а много. Вот здесь вы выбираете, какое средство резервного копирования у вас есть. То есть, это тот же самый Convolt. Это тот же самый Dell-овское решение. Vim. Я это тут видел. Vim либо Microsoft DPM. Там есть еще и Backup Exec. Поэтому то, что вам необходимо, то и активируйте. Это важный момент, потому что в зависимости от типа решения будет вам предоставляться виртуальная библиотека либо одного вида, либо другого вида. Поэтому у нас по Agenda будет использоваться Vim и его настроен. Дальше. Когда будет выполняться резервное копирование на AWS Storage Gateway, необходимо первоначально куда-то сохранить данные. Вот как раз в этом случае Upload Buffer будет использоваться именно для этого. Дальше кэш. Вот под задачей кэширования также будет использоваться именно этот диск. Смотрите, какой момент. Когда Storage Gateway вы разворачиваете, вы подключаете эти два диска. Объем этих дисков высчитывается под, во-первых, объем вашей копии резервной, то есть сколько вы планируете резервировать в Storage Gateway за один раз, а также ширину канала. После мероприятия я сброшу техническую документацию, где будут эти формулы для расчета. Сейчас же, опять же, в тестовом режиме у меня просто взято по 256 гигабайт диски и для демо мне этого подойдет. Так, сейчас сабмениться request и я вижу, что мой... Gateway активировался. Есть. Сейчас он пишет, что он немного устарел и требует обновления, но мы это обновление делать пока что не будем. Хорошо. Окей, Gateway мы создали. Теперь нам необходимо создать виртуальные кассеты, то есть ленты, на которые будет выполняться резервное копирование. Смотрите, мы можем создать максимум 10 лент. Вот, и, ну, вернее, мы их можем создать больше, но одновременно презентоваться средству резервного копирования может максимально 10 штук. Но с учетом того, что у нас в виртуальной библиотеке они автоматически, они умеют эти ленты подключать в том числе, то есть делать change. Поэтому первоначально мы создаем ленту, потому что без нее у нас ничего не подойдет. Вот, и размер ленты выберем 100 гигабайт. Нет, терабайт это будет много. Дальше нам для идентификации лент в последующем необходимо указать уникальный префикс. Вот, этот префикс, как вы видите, должен быть буквенный и от одной до четырех букв. Давайте, буква А. Есть. Лента у нас идет, она создается. Теперь, следующий этап это подключение, подключение нашего, нашей виртуальной библиотеки к средству резервного копирования. Смотрите, здесь уже есть одна подключенная, но сейчас мы делаем это заново. Технология подключения ленточной библиотеки, это протокол, вернее, подключения ленточной библиотеки, это iSCSI. Соответственно, для начала, чтобы его увидело средство резервного копирования, мы его должны подключить к системе. Вот, для этого мы идем в конфигурацию iSCSI инициатора на сервере, где развернут ВИМ и указываем новый тарджет для подключения. В данном случае это IP-адрес, который мы настраивали ранее. То есть 10.29.51.96. Как вы видите, каждый из, ну, я вижу, медиа-чарджер, а также и кассеты от одной до десяти. Параллельно вы можете видеть, опять же, повторюсь, 10 кассет, то есть 10 лент одновременно. Нам необходимо все их подключить. Собственно, этим и занимаемся. Connect, connect, connect. Ну, такая операция чуть скучноватая, но необходимая. Connect, connect. Есть. Далее нам необходимо подключить библиотеку. Новую. Новую. Так, это Type Server. Одну минуту. Одну минуту. Так, нам необходимо сейчас, наверное, обновить. То есть, Power Restore, CopyPlan, Servers. Так, это у нас он есть. Рескан. Сейчас мы должны заставить увидеть дополнительную библиотеку. Сейчас он должен просканировать все библиотеки на подключенные к этому серверу и отобразить еще одну, то, которую мы только что добавили. Так, что он что-то делает, я надеюсь. Да, он что-то делает. Что-то шуршит SQL Server. Вима. Опа. Есть. Хорошо. Что-то он нашел. Да, смотрите. То есть, то, что мы хотели получить, мы получили. Это мы получили новую библиотеку с дефолтным названием AWS, Gateway, VTL и цифры. Вы потом ее можете переименовать, как я это сделал с первой. После этого нам необходимо просканировать содержимое этой библиотеки. То есть, эта библиотека должна давать аж одну ленту, которую мы предварительно создали. И впоследствии эту ленту мы должны, по большому счету, провалидировать в Vime и сделать доступной для настройки таска по резервному копированию. Для этого мы сейчас выполняем сканирование лент. Так, сейчас я это сделаю. Так, мы импортируем кассеты. Запустили. Так, он нашел одну. Вот ее e-port 1. И, как вы видите, она uncategorized, то есть, не категоризированная. Видите, она начинается с A и дальше 7, A и так далее. Вот как раз имя ее будет формироваться от того префикса, который мы указывали на этапе создания ленты. Теперь же мы ее инвентаризируем. И она у нас идет в общий пол. Значит, здесь у нас, вот она находится, вот ее gateway. Это ленты с другого gateway, который был подключен ранее. Это то, что мы добавим. Сейчас же мы создадим новый пул, на который, в который, собственно, добавим нашу ленту. Созданную. Нам сейчас по умолчанию настроек будет достаточно. Проверяем ее. Вот она у нас присутствует. Далее же настраиваем резервное копирование. И его запустим. То есть, перейдем в бэкапы. Раздел бэкапов. Создадим новый джоп. Мы будем бэкапить бэкапы. Назовем его by default. Выполним джоп. Ну, укажем, что будем резервировать джоп, который бэкапится на диске. То есть, он уже создан. У нас контролеры домена. И выбираем пул, который будет использоваться. Это Media Pool 1 на следующей библиотеке. Вот, собственно, одна лента у него есть. Сейчас мне неинтересна, по большому счету, сама конфигурация бэкапа. Потому что конфигурация бэкапа, опять же, коллеги, она создается в зависимости от требований, которые выставляет инфраструктура. То есть, к бэкапируемым данным. То есть, это виртуалки, либо сервисы, которые работают с ним. Сейчас мне просто важно именно POC. Proof of Concept. Собственно, вот у нас есть таск один. И я могу запустить его старт. Начинает происходить какая-то черная магия. Смотрите. Значит, он подымает с диска копию резервную. И отправляет ее по сети на другой сервер. Потому что у меня между... Ну, сам сервер с .gitway развернут на другом хосте. А, к сожалению, между этими хостами 100 мегабит. Вот. Ну, так исторически сложилось. Все-таки лаба. И дальше, после того, как получен первый байт информации на .gitway, опишу просто дальнейший ход пьесы. .gitway начинает автоматически заливать в S3 bucket, созданный под конкретный .gitway, ваши данные. И как только данные зальются на .gitway, если в .gitway еще он не все успеет выгрузить, они отправляются в кэш. И с кэша будут догружаться уже даже после бэкапа. Потому что скорость резервного копирования на .gitway, она ограничивается скоростью вашей сети и производительностью ваших дисков. Дальше уже .gitway, если не успевает с той же скоростью выгружать в интернет, а это, скорее всего, так и будет. Потому что, ну что, по локальности вы на гигабите можете бэкапить, а доступ в интернет, ну не у каждого гигабита есть. Она будет брать на всякие ширующие функции. Вот, в последующем, вот когда этот бэкап завершится, вы сможете, сейчас я могу и здесь показать, вы сможете увидеть результаты, собственно, отработки резервного копирования. Если я зайду уже на .gitway, где бэкап, куда, вернее, бэкап был загружен, я могу увидеть устройство. Так, это у нас VTL. Вот я могу поставить кассеты. Все кассеты, которые использовались и, в принципе, доступны. Тут я вижу кассету, вот ее 300 гигабайт, и использовано 9,6 гигабита, если так правильно. Вот, и это означает, что уже эта кассета, она находится в S3-м хранилище и занимает фактически объем в нем, равным 9,6 гигабитам данных. Дальше. В чем еще, опять же, преимущество? Преимущество в том, что в случае, если у вас падает, ну, там, конечно, такая ситуация трудно придумать, но все же у вас на инфраструктуру падает метеорит, и от инфраструктуры ничего не остается, хотя почему? Очень даже можно придумать. Два года назад у нас был такой дизастр по всей стране у многих под названием Петя, который вычистил полностью всю инфраструктуру вместе с бэкапами. То есть можно считать, что упал метеорит. А в этом случае у вас бэкапы, они сохраняются. И в случае восстановления вы разворачиваете там новый, там, DPM, новый VIM, в общем, ваше средство резервного копирования, и подключаете этот Storage Gateway к нему. И все. И дальше вы можете получить доступ к вашим бэкапам с помощью лент и восстановить их на землю. В этом не есть проблема. Вот в чем еще одна очень важная ценность подобного способа хранения. Окей, бэкап у нас идет. Это еще займет какое-то время. Я, как и обещал, за полчаса сделал демонстрацию. То есть я думаю, вы все увидели, что это довольно-таки быстро. То есть не требует больших вложений по времени. Также сразу хочу сказать, я сервер не подготавливал каким-то образом. Я не знаю, там, драйверов не ставил, там, какие-то удары в бубен не осуществлял. Я просто взял и подключил. То есть я никакой дополнительной конфигурации не делал. Средство резервного копирования его увидело на тем способом. Вот. У меня по демонстрации все. Я сейчас вернусь на презентацию. Посмотрю, есть ли у меня там еще что-то. Секунду. Так, презентация. Ну, последний слайд. Как с нами союзаться? Да, коллеги, сейчас сессия ответов и вопросов. Вопросов и ответов. А также, если есть какие-либо вопросы касаемо АВС, касаемо сегодняшней нашей темы, не стесняйтесь и задавайте их в виде имейла. И я, собственно, наша команда с радостью на них ответит. Поэтому, коллеги, попрошу ваши подготовленные вопросы в чат. Так, в чем разница между S3 и Glacier? Так, виден ли Glacier из BE? А что имеется в виду BE? Можете расшифровать? Бэкап экзек напрямую? Нет, не видится. Окей, давайте по очереди. Смотрите, значит, разница между S3 и Glacier. Значит, первое, вы можете записать данные как туда, так и как в S3, так и в Glacier. Но технологически, если вы записываете данные в S3, вы к ним можете получить доступ сразу же. То есть вам не требуется никакого дилея по получению этих данных. И, соответственно, цена у него X. Если мы говорим о Glacier, то это тоже объектное хранилище, но оно заточено под как раз хранение. То есть вы записываете туда данные, а получить вы их можете не сразу. То есть в зависимости от настроенных опций, вы их можете получить от 8 до меньшего промежутка времени. И как раз уже стоимость получения будет играть роль, то есть будет зависимость скорость получения от, ну, цены от скорости получения. Вот. И в Glacier можно поместить только zip-файлы, то есть именно архивы. Обычные файлы типа AV-шек, там, не знаю, exe-шек поместить туда нельзя. Поэтому это специфический сторож, именно заточен сугубо под хранение, но и стоит довольно-таки дешево. Второй момент. Ну, из backup-exe он не виден, потому что когда вы интегрируетесь с backup-exe, вы интегрируетесь с библиотекой. И вы получаете доступ именно к лентам, находящейся в библиотеке. Вы можете в backup-exe сказать, что эта лента, или во Vime, эта лента идет на хранение. В этом случае эта лента будет автоматически помещена в Glacier. Но, если вы хотите вернуть данные с этой ленты, вы уже из интерфейса с .gitway возвращаете ее, то есть делаете обратную операцию. И через некоторое время она будет доступна у вас в backup-exe. Дальше. Работает ли на Hyper-V? Да, работает. Имеется в виду как сам Storage Gateway, так и средства резервного копирования в том числе. Рекомендуемая скорость. Рекомендуемая скорость доступа в сеть интернет имеется в виду? Рекомендуемая скорость от объема, который вы будете пересылать в S3, то есть от объема по резервному копированию. Тут какой момент. Если вы бэкапите, предположим, 100 терабайт, а у вас канал в 10 мегабит, и его скорость этого бэкапа составит 10 минут, то вы считаете, какой объем данных вы за 10 минут по 10 мегабит передадите. Вы считаете этот объем из объема резервной копии. Дальше вы увеличиваете диск кэша. То есть вы этот диск кэша выставляете так, что он полностью перекроет вашу резервную копию. Дальше уже со временем будет идти резервная выгрузка в АВС. Если у вас канал больше, то, соответственно, вам кэш надо меньше. Но в любом случае, чем больше, тем лучше. Дальше не совсем понятно, как быстро и как долго можно получить данные. Данные стандартные 3-5 часа. То есть в зависимости от скорости получения данных. То есть если вам надо очень быстро, вы заплатите очень много. Ну, максимальную цену. Если вы хотите по стандартным рейтам, это, если не ошибаюсь, 8 часов, а 3-5 часов, то в этом случае вы можете, ну, вы ничего дополнительного не платите. Минимальную скорость получения данных я не помню точно. То есть вот за сколько по-моему, ну, не один в один по времени. То есть там какая-то задержка есть. Даже полчаса или в районе того. Так. В случае использования MSDPM, какие преимущества данных решения по строению с его родным Azure Backup? Так, значит, смотрите, все надо брать и сравнить. То есть конкретно преимуществ, да, я назвать не могу. То есть есть просто опция, да, которая имеет, которую можно развернуть. То есть это то, что мы поговорим. По поводу именно практического значения, то есть сравнивая по характеристикам, там не просто надо сравнивать по технологиям, там еще надо сравнивать по стоимости решения и по времени восстановления. То есть однозначного ответа дать сейчас не могу. Так, коллеги, еще вопросы есть? Хорошо, вопросов больше нет. Окей, тогда я предлагаю финализироваться. Вот, мы за сегодня, опять же, познакомились с одной из опций, которая может вам помочь в решении вопроса хранения резервных копий. Вот, мы после мероприятия сделаем рассылку записи. Вот, и также, если у вас возникнут вопросы постфактум, пожалуйста, буду рад на них ответить. Собственно, коллеги, спасибо за внимание, вот, и хорошего вам дня. Александр, спасибо вам за презентацию. Всем участникам также спасибо за то, что были сегодня с нами и уделили время. У кого остались еще вопросы, я сейчас в чат пишу имейл команды АВС. Вы можете туда отправить вопросы, которые вас интересуют. И также хочу обратить внимание, что в пятницу всем участникам нашего вебинара мы отправим письмо follow-up, где будет запись данного вебинара и также контакты команды АВС, где вы сможете задать вопрос или заказать демонстрацию. Еще раз спасибо всем, что были с нами. На этой ноте мы с вами прощаемся и до новых встреч. Всем хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.